Думаешь, что проект действительно начинает фейлиться, да, и там мы не влазим в какие-то рамки, либо бюджет, либо ресурсы, либо еще что-то, да, и там какие-то фичи приходится урезать и так далее. И у меня была вот мысль посмотреть, сколько вообще реально тратится на это все денег, насколько реально вытянуть проект в том действительно изначальном, скажем так, плане, как он был по деньгам, по ресурсам и по времени, да. Ну, в среднем, исходя по ресурсам, которые делают исследования, каждый год на IT тратится больше 250 миллиардов долларов, да, и следовательно, это, ну, если брать такие достаточно средние и большие проекты, это 175 тысяч проектов, то есть больших компаний каких-то, я имею в виду компаний, которые имеют в год ревеню там 200 миллионов, да, долларов. Вот, и если посмотреть, то средняя стоимость проекта в большой компании составляет 2 миллиона 300 тысяч долларов, да, для средней это 1 миллион 300 и для маленькой вообще компании 400 тысяч долларов для проекта, да. Соответственно, если эта компания небольшая или средняя, для нее очень важно, да, сколько уходит денег, времени, это отражается на ревеню и очень много проектов, оказывается, просто не доходит до момента, когда надо релизнуться, либо фейлиться. Если мы посмотрим, вот как вы думаете, изначально я думал, ну, статистика примерно, да, 50 на 50, успешные проекты и неуспешные. Но, если мы посмотрим на реальную статистику, вот что мы увидим, да, успешных проектов приблизительно 29%. Под успешными я понимаю, это когда у нас проект был вовремя, в принципе, сделан, да, бюджет, мы не вышли за рамки бюджета и все фичи изначально заявленные у нас были действительно имплеменчены. Под challenged понимается, что какая-то из этих метрик, то есть либо деньги были немножко больше потрачены денег, либо по времени мы не влезли, ну, или количество фич мы урезали. И в фейлеры я засунул именно те, которые у нас непосредственно либо не дошли полностью до релиза, либо где-то на каком-то этапе просто прекратили финансирование, потому что увидели нецелесообразность продукта. Да, и если рассмотреть в разрезе больших маленьких компаний, мы можем здесь посмотреть, что маленькие компании успешнее, да, и большие. Почему? Потому что не раздут какой-то там штат, да, или наоборот, все уже процессы настолько налажены и финансовая компания настолько независима, что у нас нет даже проблем с тем, что мы готовы влить туда деньги или ресурсы в очень короткий период и достаточно большие. И самый проблемный сегмент, получается, это средние проекты, у которых только 9% проектов успешные. Остальные все имеют какие-то проблемы и больше всего на самом деле фейлятся. Это больше, ну, вот одна третья часть. Это достаточно много и хотелось бы узнать, а что влияет, какие основные аспекты, да, и как вообще этого можно избежать. Если мы посмотрим, ну, примерно выделим, да, какие могут быть причины, количество рестартов продукта. Вот я думаю, что каждый из вас сталкивался с тем, что, а, давайте перепишем продукт. Или там приходит новый заказчик, говорит, у нас продукт плохой, написанный лишь бы как, надо все переделывать. Вот, соответственно, исходя из статистики 100 проектов, 94 рестарта. То есть, 94 рестарта всего на 100 проектов. Это может быть, допустим, один продукт 5 раз переписывался или как-то видоизменялся значительно. А может быть, там, типа, один продукт один раз изменялся и только 6 никогда не перестартовались. И изначально, как были придуманы, так они используются. То есть, это говорит о том, что у нас есть большая проблема в разработке, либо в понимании вообще продукта конечного пользователя как такового. Следующее, это идет переиспользование бюджетов. Банально, если взять вот второй и третий тип проектов, это challenged и failure, то треть этих всех проектов, а это треть от 71%, испытывают проблемы с бюджетом. И бюджет, получается, у нас увеличивается в 150-200%, а средняя вот для всех компаний цифра такая-то 189%. То есть, представьте, если у нас, получается, ну, 400 тысяч стоит в год проект, то надо компании потратить 750. Ну, это достаточно весомо и не всегда он даже окупается при таких тратах. Если мы посмотрим на временные рамки, то временные рамки еще хуже. И эти временные рамки могут увеличиваться на 200-300%, да, для также третьей компании. И только где-то 15% имеет превышение временных рамок на 20%. Вот, средний показатель 230. То есть, изначально, когда мы строим cone of uncertainty, да, вот мы строим эстимейты какие-то и закладываем там, а, давайте там на 30% больше, потому что тут неизвестны реквайменты или неизвестны технологии, либо еще что-то. Вот, и мы расширяем таким образом эстимейт. Но, учитывая практику и вот метрики, которые мы получаем уже в конце разработки продукта, мы видим, что все равно мы не можем влезть в те начальные рамки, которые были указаны. Поэтому еще на этапе старта продукта надо думать, а что может пойти не так, что может привести к каким-то значительным тратам наших ресурсов, времени, денег и так далее. Дальше у нас что может быть? Это контент. Нехватка контента в плане фичи, которые мы изначально заявили, которые мы будем релизить, начинается урезаться. И в этом смысл теряется для конечного потребителя. То есть, возможно, конечный потребитель хотел именно тот какой-то набор фич, но он его не будет иметь. И если мы посмотрим на челлендж проекты, это вот большая часть, да, больше 50%, то больше одной четвертой части вот челлендж проектов имплементят 25, ну, максимум 50% от заявленных фич и функций, которые они изначально хотели заимплементить. И средним значением является 61%. Да, давайте 40% выкинем, да. То есть, это является большой цифрой. И это может повлиять в итоге на конечный продукт. И одно дело, когда у нас выкатывается MVP какой-то, да, в 61%, а потом 40% все равно дорабатывается за какое-то время. Но за это время у нас меняются потом и реквайменты, и временные рамки, что за собой вледет фейлер, да, причем очень сильный. Иногда, вот, год разницы может просто остановить финансирование и продукт просто закроется из-за того, что он вовремя и в полном объеме не смог заделиверить тот объем фич, который изначально был заявлен. Если мы посмотрим на цели, да, которые ставятся, просто ресурч рынка или опрос каких-то конечных пользователей не был в полном объеме сделан. И когда ставились цели, ну, что-то не уточнили, да. И благодаря этому делается функционал, который не нужен конечному потребителю, что, в свою очередь, увеличивает что? Временные, денежные траты и так далее. И в итоге не имеет никакого реального значения. Ресурсы. Казалось бы, да, вот деньги могут решить любые проблемы. Нет, ну, вот, к сожалению, это не так. То есть есть и технические ресурсы, и людские ресурсы. И чаще всего людские ресурсы – это проблема. Проблема не только HR-ов, а проблема, в принципе, не хватает тех знаний, которые действительно должны быть применены в том или ином продукте. А хантить за очень большие деньги не каждая компания может, да. И, соответственно, из-за вот этого lack of experience или технологического какого-то недоставания проблемы в проекте могут присутствовать большие. inappropriate estimation. Имеется в виду всеми известная неправильная эстимация как девелоперами, так и непосредственно менеджерами, которые смотрят со своей какой-то стороны, да. Есть разные техники эстимации. Лучше придерживаться самых best practices. И когда оценивается менеджером, не всегда закладывается технологическая составляющая. Также и наоборот, когда технологически кто-то говорит какую-то эстимацию, не учитываются все нюансы организаторские, менеджерские и так далее. То есть тут необходимо очень четко понимать и коммуницировать друг с другом. И лучше потратить больше времени на эстимацию и на предварительное обсуждение, нежели вслепую идти и разрабатывать продукт, да. Потому что вот рынок просит, это срочно нужно, это нужно вчера. Тестирование. Очень... Последнее время это хорошо, что начали тестирование очень прислушиваться, да. И заходит каждый новый проект, и всем нужно тестировать. Это очень хорошо. Но все равно мы встречаем очень много проектов, в которых тестирование либо отсутствует, либо на очень слабом уровне, которое не позволяет полностью покрыть необходимый уровень, для того, чтобы не допускать каких-то багов, каких-то критических вещей, которые потом в итоге выльются в серьезные проблемы, и пользователь просто от некачественного продукта может отказаться. А учитывая то, какие деньги вливаются, продукт должен быть очень хорошо оттестирован. И немаловажная вещь, это конечный пользователь просто не вовлекается. И когда конечный пользователь вот изначально не был опрошен, а что ему надо, и какие функции он бы хотел видеть в том или ином софте, менеджеры чаще теряются полностью в понимании, а что бы хотел пользователь, да. И разрабатывается продукт, это как gold plating, да, разрабатывается такой антипаттерн. Делаем все, делаем сразу, а в итоге оказывается, что только 30% действительно нужно было пользователю, а другой функционал, который мы не разработали, который был очень очевидный, просто не был спрошен у конкретной какой-то целевой аудитории, которую можно было опросить до начала разработки продукта. Если посмотреть на факторы, вот взяли те компании, которые действительно давали метрики, и есть вот три типа, да, success, challenged и failure факторы, и спросили, что вам непосредственно очень важно было, и что вы считаете действительно влияющим на успешность проекта, который вы разработали. И мы видим процентность, это user involvement, вот, пожалуйста, самое очевидное, это для кого делается продукт. Продукт делается до конечного потребителя, соответственно, это выделили самую важную такую, такой поинт, да. Executive management support, очень важна поддержка вообще во всей иерархии. То есть, если изначально жестко очень как-то поставлено вот этот процесс, и не... Если нет понимания менеджмента непосредственно с разработчиками, то ни к чему хорошему этого не приведет, да. И если есть какие-то проблемы с технической стороны, менеджмент должен непосредственно вникать в это все, и идти навстречу, и как-то пытаться решить эту проблему, а не как-то замалчивать или игнорировать. Requirements. Не поверите, но requirements играют очень большую роль, и я думаю, многие сталкивались, когда requirements меняются, там, через какой-то период времени приходится переписывать что-то. Да, они, может, достаточно хорошо описаны, но больше ничего, в принципе, и нет. То есть, там постоянно изменения, изменения идут. Возможно, из-за этих изменений приходится менять технологию, и это ведет к серьезным последствиям задержки продукта, а может, даже и не просто задержкам. Планирование. Радует то, что планированию уделяют в последнее время очень много времени, и очень качественному планированию люди стали обращать на это внимание, на технологии разработки и так далее, то есть методологию, извините. Realistic expectations. То, чего не хватает, на самом деле, многим продуктам, когда ожидания одни, а в итоге выходит вообще другой продукт, урезанный и так далее. То есть, надо четко понимать. Лучше быть немножко пессимистом, чем оптимистом, потому что это приводит к очень сильным тратам, как временным, так и денежным. Smaller project milestones. Я думаю, многие сталкивались с этим, что компании, которые в последние 2-3 года начали свою деятельность, они придерживаются маленьких каких-то релизов. То есть, если раньше можно было увидеть там релиз в полгода, релиз там, не знаю, в 2-3 месяца, на данный момент сейчас придерживаются релиза краткосрочного. То есть, в как можно меньший термин сделать релиз какого-то маленького продукта. Таким образом, мы оттачиваем вот тот продукт, который был, и просто добавляем или изменяем ту или иную фичу, и ее релизим. У нас нет такого мастодонта, который релизится, и мы понимаем, что в нем куча проблем. Competence stuff. Ну, как мы видим, остальные пункты не так важны, но также они имеют свою долю важности. Он ущип. Ну, тут все понятно, да? Много людей просто отказываются брать на себя ответственность. Clear vision objectives, hardworking focused stuff. И видите, лучше настроить процесс, нежели прям перемотивировать работников и фокусированно работать над продуктом. То есть, это играет не такую же большую роль, как непосредственно сама организация разработки. Если мы посмотрим на challenge factors, первым, что мы видим, lack of user input. То есть, нехватка влияния конечного пользователя на продукт. То есть, нет, кажется, что необходимо как можно чаще обращаться к конечному пользователю для того, чтобы понимать, а мы действительно разработаем этот продукт для вот этого пользователя. То есть, это наша таргет, аудитория для этого продукта. Может, мы что-то упускаем, и чем чаще мы обращаемся к таким фокус-группам, тем у нас будет лучше проект и непосредственно иметь смысл, да, и шанс на успех. Incomplete requirements specifications. То есть, и changing requirements тоже играют прям, ну вот, очень большую роль, когда requirements не дописаны, изменяются. Скажите, как много можно заделиверить? Ну, скажем так, мало чего, потому что это уже не отвечает конечному продукту и очень затягивает процесс разработки. Technology incompetence, в принципе, и имеет значение, но уже меньше, так как есть проблема непосредственно с кадрами, и тут важно выучить своих кадров, в зависимости, конечно, от технологического стека, нанять каких-то серьезных разработчиков, а уже потом смотреть и выращивать своих кадров для того, чтобы полностью покрыть тот технологический стек, который используется на проекте. Ресурсы. Вот technology incompetence сразу, он очень тесно связан с lack of resources, да, и unrealistic expectations. То есть проблема, опять же, в очень сильных ожиданиях, неправильных целях, requirement-ах, вот, и имеем, то есть изначально организационные проблемы, и разработчик в данном случае, ну, практически не влияет на них, это больше менеджерские, и разработчику нужно вникать в бизнес-цели и понимать, а для чего этот продукт, то есть пытаться как-то повлиять на то, что действительно этот или тот функционал у нас важен для конечного пользователя, и чтобы менеджер, либо product owner мог действительно объяснить, что да, это действительно важно, и четко понимать свою целевую аудиторию. Новые технологии, как мы видим, на последнем месте, и здесь надо четко отличать новую технологию от технологии, которая не имеет комьюнити новая. То есть, когда у нас вот четко релизнули новый, не знаю, допустим, для фронтенда Angular, все сразу не стали переходить на него. Как только он стабилизировался, комьюнити значительно выросло. Так же произошло, и с React, либо возьмите другую любую технологию. И это не играет существенно, на самом деле, по технологии, если у нее есть комьюнити. И смотрим, что же выделили, какие факторы, проекты, которые действительно уже зафейлились, которые отменили свой development процесс. Выделили также requirement, также user involvement, ресурсы, expectations, да, и это сыграло плохую шутку, скажем так. И неважно, насколько хорошо были подготовлены кадры, потому что неправильно были построены цели. Если посмотрим, насколько у нас влияет requirement, да, и мы увидим такую закономерность. Как только меняются requirement, у нас почти в три раза увеличивается стоимость нашего продукта. То есть поменяли requirement, увеличилась стоимость, поменяли, и временные рамки тоже. Соответственно, чем больше мы меняем, тем больше меняются временные рамки. Вот, если посмотрим на графики, то есть изначально 15 месяцев, при измененных requirement будет почти 30 месяцев, да. Это может, в принципе, накрыть продукт, потому что кто-то из competitors у нас выйдет на рынок и займет нашу нишу. Вот и все. Соответственно, надо четко понимать до начала development продукта, и изменение requirement может очень сильно повлиять на сроки тем, что та технология, которая была выбрана, исходя из тех requirement, которые были, просто не будет отвечать конечному продукту, и мы не сможем реализовать тот или иной вкусу фичи, либо вообще весь продукт в целом. И что мы можем сделать вообще, в принципе? Как девелоперы, да, как, в принципе, допустим, solution-архитектор или еще кто-то технической специальности, так как мы к requirement не имеем никакого, в принципе, отношения, да, мы можем просто задаваться вопросом и уточнять это, чтобы посеять какое-то зерно, действительно, что вот, это немножко не то, да, что я не вижу смысла в этом, то есть мы должны вникать в бизнес-цели. И для того, чтобы полностью нивелировать технологическую составляющую фейлор продукта, мы должны использовать тот стэк, который действительно подходит под тот или иной какой-то requirement и, ну, непосредственно нашу специализацию, да, идти по лучшим практикам эстимации. Вот эстимацию надо делать не просто с точки зрения девелопмента, а непосредственно и с менеджером обсуждать. И чем больше мы тратим времени на эстимацию, качественную эстимацию, я не говорю overestimation какой-то, да, тем успешнее продукт у нас будет на самом деле. Качество кода играет очень большую роль и необходимо собирать как можно больше каких-то качественных метрик, которые у нас могут быть в продукте, потому что это нам дает большое преимущество в плане того, что мы можем благодаря качеству отследить, а сколько у нас багов, а можем ли мы интродюсить какие-то метрики, которые показывают, там, ну, в общем, качество продукта играет очень большую роль. Дальше. Technology Refresh Insertion. Имеется в виду, что, имея старый какой-то код, мы можем, чтобы увеличить, скажем, уменьшить, наоборот, время реализации той или иной фичи, обновить технологию, либо вставить какую-то другую технологию в используемый продукт. Таким образом, мы можем также уменьшить количество денег, которые тратятся на поддержку, на разработку, и улучшить параметры, в принципе, нашего проекта, всех метрик и успешности, на самом деле. Segmentation. Что подразумевается под Segmentation? То есть, нам необходимо при планининге разделять домены, да, и определять скопы, а какие у нас границы, а что затрагивает тот или иной сегмент нашего продукта. И когда мы уже видим четко разделенные сегменты, мы знаем, что вот эта технология, тут мы можем вообще другую технологию применять. И получается у нас как микропроекты, которые должны быть очень независимы, быть друг от друга. Это не всегда получается, но мы должны придерживаться, в такой тактике. И благодаря этому, в принципе, микросервисная архитектура приобрела настолько большую популярность сейчас, да. Тестирование. Тестирование должно быть везде, и я говорю про Automation. То есть, автоматизированное тестирование играет очень большую роль. И в качестве продукта оно отражается прямо пропорционально. Потому что, не имея тестирования, продукт может затянуться и по времени, и высосать все деньги. В итоге иметь кучу багов. И даже manual testing не поможет пофиксить те или иные проблемы. Потому что качество кода без надлежащего тестирования у нас будет просто ужасным. Хоть и квалификация разработчиков достаточно большая. А учитывая, если у нас большой продукт, то мы не можем учитывать всех аспектов. Соответственно, тут нужно очень внимательно относиться к этому пункту. И иногда тратиться на тестирование просто необходимо. Автоматизировать рутину. Что я подразумеваю под этим пунктом? Когда мы настраиваем continuous integration, допустим, или deployment, нам необходимо все довести до автоматизма. Чтобы рутина, которая происходит из дня в день, она не отвлекала. Чтобы процессы были налажены. Чтобы код-ревью был четко налажен и все понимали, кто является стейкхолдером. Там все свои роли понимали. Раси матрицы. Да, вот эти все нюансы. Каждый человек на своем месте. И когда это уже доведено до автоматизма, и прибывший человек знает, какая тут структура, какой процесс, полностью следует этому флоу. Получается у нас очень четкое понимание, куда мы идем, как мы идем. И это дает уверенность непосредственно как продукт-тоунеру, так и людям, которые разрабатывают продукты. Нет такого, что мы бежим вперед непонятными темпами, потому что это должно быть позавчера еще было готово. Вот мы подписали контракт, и нам это срочно нужно. Поэтому это дает четкое видение в дальнейшем, что мы можем сделать с продуктом, и когда это все будет готово. Даже по пессимистическим каким-то estimation и прогнозам мы четко видим, что это займет такие-то сроки, это выльется в такой-то бюджет, так и так далее. Опа, извините, проектор хочет выключиться. Через секунду. Наверное, перегревается. Я надеюсь, он не выключится, если выключится, выскажите. Мы должны... Выключился. Извините, сейчас, наверное, переподключу я не проектор, а монитор. Хорошо. И по Technology Order Preference. Если мы все-таки решили заменить какую-то технологию другой, что мы можем, в принципе, сделать? То есть, первоначально, это использовать существующий продукт. Да, у нас есть какой-то логосик-код или, допустим, сервис, который уже написан. Стараемся переиспользовать как можно больше компонентов, потому что что оно работает. И оно затратит намного меньше времени, каких-то ресурсов и так далее. Если это не работает и у нас есть какие-то четкие критерии, что это не подходит, тогда пытаемся использовать уже готовый продукт, сторонний, коммерческий. Components of the shelf называется, коммерческий. И есть Components of the shelf, которые Government. То есть, изначально мы рассматриваем сначала коммерческий продукт, который может включать в себя лицензию либо еще какие-то нюансы. Но уже готовый, тестированный, это готовый продукт, который не требует наших каких-то вложений, и мы четко уверены в его качестве. Дальше идет Government. Почему он идет после commercial? Потому что государственные какие-то продукты чаще всего это какие-то реестры или еще что-то. то есть, там нет особого выбора, поэтому мы их поместили третьим пунктом. Четвертый пункт Non-Development Item Solution. Имеется в виду, что это когда у нас какое-то решение, которое не требует разработки. Это подход какой-то. То есть, мы может изменим подход и, соответственно, в продукте поменяется полностью концепция. И только пятым пунктом мы будем разрабатывать свой собственный solution. Как часто вы видите, когда мы компании, которые приходят в софтсерв или вообще продуктовые компании говорят «У нас свое решение». То есть, это настолько часто встречается, что иногда думаешь «Люди, о чем вы думаете?» То есть, вы хотите потратить 50% времени на разработку своего велосипеда, ну, вперед. Для меня это очень непонятно. И для того, чтобы выпустить MVP, который будет приносить какие-то деньги, который будет достаточно успешный, максимум переиспользуйте готовый код. Всегда. Свой, чужой, неважно. Переиспользуйте. Единственное, вы критерии, посмотрите, что он был бы качественный и оттестированный, да, и, может быть, имел какой-то комьюнити, ну, и тогда уже будем смотреть, что и как. Сейчас хотел рассказать про практический use-case, который непосредственно вот сейчас есть. Проект пришел очень в таком плачевном состоянии, когда два года работал один человек над этим продуктом. Технологию в принципе человек не знал, то есть он изучал ее непосредственно во время девелопмента, да, и выбирал те какие-то решения, которые он нагуглил, нашел, не знаю, вот, и получился код нетестируемый, код использовал очень старые платформы, то есть он вовремя не обновлялся, код не рефакторился, включал в себя очень много изменений, файл мог содержать несколько тысяч строк, один, то есть не было четкого разделения фич и так далее, то есть работать с ним и делать какие-то изменения, не зная продукта, очень сложно, плюс документация, которая там была предоставлена, оставалась жива от лучшего, то есть поверхностно давала какое-то понимание, но не более. Соответственно, пришлось наново настраивать все процессы, думать, как мы можем улучшить тот или иной продукт. И первое, что мы поняли, это descriptive requirements is a must, что я подразумеваю под этим. То есть, когда приходит новое задание, нужно полностью иметь понимание, что ожидается от нас в конечном итоге, что какие компоненты затрагиваются, что возвращает прям до таких мелочайших деталей, каких возможно. На самом деле, потому что это влияет непосредственно на старый продукт, в том числе, и старый продукт не должен изменяться, а файлы переиспользуются одного старого продукта, и в это время нам надо рефакторить этот старый продукт, для того, чтобы в принципе можно было использовать те куски кода, которые у нас были. Очень важно уточнять эти рекоменты, и когда вроде бы все описано, начинаешь вникать, ты понимаешь, того не хватает, того не хватает, и это делать до того, как начали полностью этот продукт разрабатывать. То есть рекоменты можно уточнить в принципе, ну, потратив час-полтора времени, вникнув в суть проблемы, и в код, который существует на данный момент. Очень важно communication, да, особенно это вербально, и то, чтобы вы видели друг друга, потому что при таком общении, налаживается непосредственно контакт, ну, намного быстрее решаются проблемы, и идет непринужденное общение, которое помогает намного быстрее решить те или иные нюансы проекта. Очень важно было внедрить статический анализ кода. Когда начинаешь это все внедрять, ты понимаешь, насколько все плохо было, и это дает возможность уменьшать в принципе количество багов, которые могут быть допущены. Да, это не уменьшает их значительно, потому что тот код, с которым мы столкнулись, был тестирован и работал уже полтора года в продакшене, его никто не трогал, потому что он работал, и как начинаешь это трогать, вот тут статистический анализ действительно помог. ты понимаешь, что куда идет, какие потоки данных у тебя есть, и так далее. Вот рефакторинг кода и новые технические решения. Для нас это показалось выходом из ситуации, потому что те старые технические решения нам не давали осуществить некоторые скажем так имплементации кода, и мы решили полностью изменить основные библиотеки, на которых основывается наше техническое решение, и внедрили эти библиотеки и стараемся вот абсолютно все фичи, которые мы изменяем, полностью адаптировать под новый код. то, что мы новое делаем или изменяем старое, мы полностью берем на себя обязательство, то, что мы должны его привести в нужный вид, чтобы можно было с ним работать, не было дубликатов кода и так далее. По код-ревью очень важно код-ревью осуществлять код-ревью. Раньше код-ревью никто не делал. Вы представляете, какой может быть код за два года у человека, у которого не делали код-ревью и который предварительно раньше не работал с этой технологией. Соответственно, код может быть рабочий, но он не оптимизирован, он может включать какие-то баги и так далее. Collective Estimation в данном случае это еще в процессе, то есть эстимация у нас хромает из-за того, что продукт очень сложный, мы не можем полностью эстимировать все нюансы продукта, он состоит из нескольких частей, то есть у него микросервисная архитектура, также включает себя и фронтенд, и бэкенд на нескольких разных языках разные команды, соответственно, мы не можем полной мере предугадать, и чем больше люди работают с этим продуктом, тем точнее в принципе дается та или иная оценка. И почему я написал коллектив, потому что очень много нюансов, и кто-то знает один нюанс, кто-то другой, соответственно, обычный идет скрам митинг, на котором плен покер решает ту или иную возможность эстимации, как сложность, так и в часовом выражении. Также мы работаем над континьюзи delivery integration. Это пока что для нас такая заоблачная цель, потому что идет фичи, разработка фичи и так далее, и приходится мириться с тем, что есть. Вообще планируется внедряться в Docker, полностью автоматизировать процесс, что упрощает очень много нюансов. Далее short milestones. Это нам действительно помогает четко понимать, что мы за каждую неделю будем релизить, что дает нам четко мы смотрим и регрессионы, какие могут быть за тот или иной период, и не оставляем, не накапливаем технический долг. Долг тестирования тоже очень важно, когда кто-то не справляется, конечно, это большая беда, потому что тестирование всего функционала, который новый introduced и возможно затронет старый, он должен быть протестирован полностью перед тем, как выйти в продакшн. Старайтесь использовать простые решения. то есть если у вас есть выбор между сложным решением и быстро его сделать, либо простое решение, но чуть-чуть дольше, выбирайте чуть-чуть дольше, но проще срешить, потому что его потом будет намного проще мейнтейнить и разбираться в этом коде в принципе другим людям будет намного проще. Ну и документация. Документацию многие недооценивают и документацию делают в конце продукта, но ее нужно делать инкрементально и в постоянный момент времени надо следить, а у нас актуальна ли документация и можно ли потратить час-два для того, чтобы просто что-то подкорректировать, потому что даже сами разработчики потом теряются в коде и не понимают, что у нас там вообще творится. Вот. Ну, вот это вкратце решил вам рассказать. Если у вас есть какие-то вопросы, вы говорите, решил поделиться своим вискейсом. Ребята, вы все на Мьюти. Я думаю, никто ничего просто не говорил. Могу просто добавить, что вот эта статистика по... Она называется Chaos. Каждый год обновляется по поводу Failure и Success. и вот этот Failure и Success, который есть, она каждый год приблизительно одинаково для больших и маленьких компаний. И очень странно, что никто из этих компаний не делает никакие выводы для себя. И тратятся очень большие деньги, и обновлять технологический стэк так же важно, как, допустим, те же реквайменты. И для меня очень много вещей просто открыли глаза. Вот эта статистика. Я не думал, что настолько неуспешных продуктов... Настолько много неуспешных продуктов. Но, к сожалению, такова реальность. Вот. И оно составляет такую цепочку, которая идет начиная от development, заканчивая какими-то уже менеджерскими нюансами.